Доброе утро всем! С вами программа про утро на телеканале ОТВ. Ну и мои ее ведущие Полина Толмачева и Денис Светличный. Доброе утро, мои хорошие. На календаре 6 октября, четверг. Сегодня 10 лунный день. Это период положительной энергии в это время. Очень хорошо начинать какие-то новые дела, совершать какие-нибудь масштабные денежные проекты. В общем, это все может для вас закончиться достаточно благотворно. Так, я что-то не поняла. Давно ли вы, Денис Александрович, увлеклись астрологией? Ну вот как начал вести программу про утро, сразу и увлекся, так сказать. Потому что гороскопы мы с тобой читаем каждый день. Ну как-то заинтересовался, втянулся потихоньку. Ну гороскопы вещь неоднозначная, наука неоднозначная. Кто-то в нее верит, кто-то в нее не верит. Но то, что ты так основательно готовишься к программе, это похвально. Спасибо большое вам за оценку моей профессиональной деятельности. Но все-таки к гороскопам мы вернемся в конце нашей программы, ну уже по сложившейся традиции. А пока что самое начало программы. Итак, с добрым утром, мои хорошие. Ну что ж, а начинаем мы наше утро по традиции с интересного сюжета. Небольшая предыстория к сюжету. Мы, вот русский народ, я считаю, что мы обязаны знать свою историю, чтить свои традиции. А когда в популяризации наших традиций участвуют еще и дети, это просто замечательно. Смотрим сюжет о том, как недавно в нашем округе прошел фестиваль лапоть и валенок. В парке Раздолье Одинцовского округа прошел фестиваль лапоть и энд валенок. Здесь проводят мастер-классы, а на двух сценах идут различные выступления, которые оценивают жюри. Шоу, конкурсы в номинации «Художественное чтение», театральное искусство, вокал, хореография, спектакли и многое другое. Почему возникла вот эта вот структура энд, да, вдруг кто-то скажет, какая-то англоязычная. Дело в том, что нам очень хочется привлечь на этот фестиваль молодых ребят. Ребят молодых, молодежь нашу, которая иногда стыдится своих традиций своего народа. Мы многонациональная страна, и так или иначе в своих семьях они соблюдают эти традиции. Задумка организаторов фестиваля – преломить свои национальные традиции в современном творчестве, чтобы молодежь сохраняла их, транслируя в новом формате. Мы знаем прекрасные вещи, когда у нас возникают такие фолк-шедевры, когда на гуслях играют музыку Битлз. Да, это действительно как бы есть на прошлом фестивале, у нас были такие ребята замечательные. «Лапоть энд Валенок» – это летний фестиваль. Зимой его повторят, но название немного изменят, исходя из актуальной для этого времени года обуви. «Валенок энд Лапоть». В основе его будут всевозможные уличные гуляния. Наши фестивали все бесплатные. Причем это благодаря тому, что нас поддерживает администрация Одинцовского округа, и не только. Фонд президентских инициатив, культурных инициатив, нам дал грант за наш фестиваль «Лапоть энд Валенок». Ну что ж, дорогие мои, замечательный сюжет, когда речь касается детей. Мне кажется, это всегда интересно и всегда будет актуально. Но не будем забывать формат нашей программы. Настало время вспомнить, какие праздники пришлись на 6 октября, какие даты знаменательные случились в этот день, ну и у кого из известных людей сегодня день рождения. Ну, обо всем по порядку. Ну, а начнет Полина с, я надеюсь, замечательных праздников. Сегодня такой замечательный праздник, как Международный день рыжих. Ну, я просил тебя начать с замечательных праздников, а не с нелепых праздников. Ну, а чем же он нелепый? Хороший праздник. К тому же рыжий цвет волос встречается не так часто. Вот взять даже друга твоего, Захара Ронжина, который у нас был не так давно. Но вот мне кажется, это очень редкий цвет волос. Ну, хорошо, почему тогда не отмечают День лысых, День блондинов, День брюнетов? Ладно, не буду спорить, хорошо. Кстати, у нас в нашем творческом коллективе есть тоже один еще обаятельный рыжик Полина Бахова. Кстати, рубрику которой вы смотрите и можете смотреть ежедневно в нашей программе. Ну, или в каких-то других носителях, например, на телефоне или там на планшете можно посмотреть, перейдя по ссылке, которую вы видите ниже. Ну, на самом деле, Полина Бахова не только она у нас рукодельница и мастерица, и обаятельная девушка, она еще невероятно, у нее еще невероятно интересный жизненный путь, в котором она поделилась не так давно с в программе «Сами мы не местные» СММ. Сейчас мы посмотрим короткий тизер, так скажем, нарезку из этой программы, а всю программу целиком вы можете посмотреть вот по этому QR-коду. Смотрим. С чего все начиналось? Это очень длинная история. Вы готовы слушать? Это очень длинная история, потому что, когда мне задают вопрос, откуда ты, я теряюсь, потому что география и биография настолько обширна, буквально там от одного конца нашей родины до другого. Это не просто там какой-то город в Якутии, ладно, там это крайний север, это маленький поселок в тайге, малюсенький, называется он Солнечный, золотодобывающий поселок. Я сейчас смотрю фотографии этого поселка, сделанной там с видом, вид сверху, я не понимаю, как мы там жили и как до сих пор там живут люди. Мама отпустила меня одну в студенческую общагу, девочку из тайги. Это я тоже сейчас не понимаю, как так вообще, потому что я даже дорогу переходить не умела. У нас не было светофоров, а Екатеринбург – это огромный промышленный город. Нам достается только одно боковое место в плацкарте. И мы с маленьким ребенком погружаемся и в Москву. Мы ехали по Москве вдоль Красной площади с девочкой. И она говорит, а вот это самый лучший университет России. Это журфак МГУ. Я такая, хочу здесь учиться. Тяжело, медленно к этому шла, неуверенно, боялась. Но все-таки это все свершилось и образовалось творческое ателье, которым я живу по сей день и которое вывело меня сюда, к вам, мои дорогие коллеги. Самый мой любимый, интересный проект – это, конечно, творческая мастерская, где мы творим, шьем, вяжем, вышиваем и приглашаем различных и наших рукодельниц, и нашего округа. Идем дальше по датам сегодняшнего дня. Сегодня такой чудесный праздник, который называется «День полетов над землей». И он касается не только парашютистов или любителей прокатиться на воздушном шаре, или просто пассажиров, но, естественно, он касается в первую очередь летчиков, как любителей, так и профессионалов. Ну, Полина всегда выбирает самые замечательные, конечно, праздники. К этому празднику можно причислить и барон Минхаузен, который на ядре летал над землей. В общем, почему нет? Почему нет? Ну, если говорить серьезно, мне почему-то на ум пришел наш с тобой совместный сюжет, который мы летом снимали о людях, которые мечтали всю жизнь летать. И в отличие от многих из нас, имеющих подобную тоже мечту, свою мечту смогли воплотить в жизнь. И я, пользуясь случаем, поздравляю их в первую очередь с праздником. И мне кажется, будет не лишним посмотреть еще раз этот сюжет. Он очень замечательный, очень интересный, тем более я там летал на самолете. От винта! От винта! Запускаем. Какой мальчишка не мечтает стать летчиком? В 21 веке исполнить мечту и покорить небо под силу любому. Летные школы предоставляют свои услуги. Все, что нужно, это принять решение и начать заниматься. Спустя несколько месяцев ты уже не пассивный наблюдатель, от которого ничего не зависит, а пилот, поднимающий в воздух чудо инженерной мысли. Я с детства мечтал летать, с детства мечтал о самолете. В какой-то момент появилась мысль, ну, я не знаю, когда появится самолет, но надо уже делать шаги для этого. И я пошел в летную школу. Отучился, получил ППЛ. И оно само пришло, появился хороший друг-товарищ, у которого уже есть самолет. И вот мы уже вместе начали с ним осваивать небо дальше. Лицензия частного пилота ППЛ – единственная программа авиационной подготовки, которая не требует специфических знаний в области точных наук и является наиболее подходящим вариантом в случае, если вы хотите летать для своего удовольствия и по личной необходимости. Но до получения лицензии необходимо пройти школу первоначальной летной подготовки. Школа первоначальной летной подготовки, если человек располагает временем, если он к знаниям тянется, она достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев, он ее осилит. Это самая начальная база знаний, это даже такая крупица, просто капля в океане. Но чтобы его получить, чтобы понять представление о том, что такое самолет, какие силы действуют на самолетах в полете, как вести радиообмен, ну и так далее. Роман Павлов – лицензированный пилот и обладатель собственного воздушного судна. Злин-142 – легкий сухопутный одномоторный самолет мужчина приобрел несколько лет назад. Сегодня он не только летает в свое удовольствие, но и с помощью крылатого друга путешествуют другие города. Так путь до Анапы Роман преодолевает за 4 часа. Использование частных маломоторных самолетов может подразделяться на экскурсионные полеты, различные там хоббийные полеты или как транспорт. Моя цель все-таки – использовать его как транспорт в какой-то разумной перспективе. В общем случае, если говорить о цифрах, ситуация точно такая же, но можно сказать, что это раза в 3-4 дороже. По сегодняшнему дню, если вы можете позволить себе хороший современный автомобиль, то и самолет вполне потянете. Содержание собственного самолета малой авиации – статья расходов весьма затратная, но вполне посильная. Основная материальная нагрузка – топливо. Самолеты имеют разные модификации двигателей. Одни летают на авиационном топливе, другие – на обычном 95-м бензине. Отсюда разница в цене. Далее – налоги, платежи за свидетельство летной годности, техническое обслуживание и плата за стоянку крылатого коня. Как правило, ангарное хранение, конечно, более предпочтительно. Однако и под открытым небом самолет может находиться в специальных чехлах. Обучение тоже вполне доступное и возможное. В общем, это такая большая, серьезная, интересная тема, которой стоит заниматься. Она требует значительного количества времени, денег, сноровки, ну и, конечно, желания. Так, ну, вспомнили лето. Замечательным сюжетом двигаемся дальше. Что у нас сегодня еще интересного случилось 6 октября? Ну что у нас? Сегодня страховщики в России отмечают свой профессиональный праздник, так как сегодня, 6 октября, день страховщика в нашей стране отмечается. И дата выбрана не случайно, так как именно 6 октября 1921 года начал свою деятельность госстрах РСФСР. Ну что, поздравляем всех причастных к этому празднику. Страхование уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Страхование, мне кажется, у каждого что-нибудь дозастраховано. Например, автомобилисты обязаны просто страховать свои автомобили. Так что, в общем, мы, можно сказать, в большем своем числе причастны к этому празднику, нежели чем нет. Ну, я надеюсь, с праздниками сегодня завершаем. Да, с праздниками на всех переходим дням рождения. Ну, тогда слово беру я. И вот, что я накопал. Так, 6 октября 1773 года родился король Франции. Последний французский монарх, носивший титул короля. А звали его Луи Филипп Первый. Вот так. Также сегодня родилась советская грузинская великолепная актриса театра и кино, народная артистка СССР Варико Анджапаридзе. Ну, и советский и российский художник, график, народный художник СССР Александр Шилов. Александр Максович, поздравляем. Ну что, дорогие друзья, продолжается наша программа. Для тех, кто подключился к нам только что, напоминаю, это программа про утро на телеканале ОТВ. И настало время нашей ежедневной рубрики «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях, на мой взгляд, очень интересный собеседник, а точнее собеседница. Чем она интересна? Да тем, что это самая настоящая бизнес-леди. Прекрасная, очаровательная, красивая женщина, но при этом руководитель. И чего бы вы думали? Никакого-нибудь там салона красоты. А автотехцентра «Волин» Ольга Селезнева. И как она, в хорошем смысле этого слова, докатилась до жизни такой, мы сейчас и узнаем. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Очень рады вас видеть у нас в гостях. Да, и что вы выбрали в своем плотном графике, в таком плотном графике время посетить, нас тоже за это отдельное спасибо. Ну, я думаю, что всех наших телезрителей интересует в первую очередь вопрос. Как так случилось, что красивая, молодая женщина стала руководителем автотехцентра? В общем, представление обывательском – это работа не просто мужская, а еще и такая, извините, грязная работа. Мужики в масле, в комбинезонах, и вы всем этим руководите. Как так получилось? Ну, открою небольшой секрет. Это семейный бизнес. Мы два с супругом являемся учредителем технического центра «Волин». И это было не случайно, а на следующий год мы отвечаем 20-летие нашему техническому центру. То есть он развивался постепенно. Второй важный ответ, который я хочу вам адресовать, это дело характера и мечты. Когда у человека есть мечта, и он к ней идет, он обязательно добьет своего результата. А у вас была мечта свой бизнес иметь или именно заниматься вот таким подобным бизнесом? Машины отгадывать сложные загадки. Вы знаете, у нас здесь не были всегда ребусы. Решать проблемы. Понятно. Вот сервис этим... Кстати, я хочу сказать, у вас далеко не грязный сервис, а кто был в техническом центре «Воле», он скажет, что у нас просто потрясающее чистое пространство, и мы сегодня совершенно другую культуру профессиональную несем в области рабочих специальностей. Сегодня человек – это уже фактически оператор ЧПУ, потому что сегодня автомобиль – это настоящая система, система автокомпонентов. И имея сегодня в руках автомобильный сканер, можно решить 70% поломок. Вот что значит... Не просто техцентр, а современный технологичный техцентр. Абсолютно верно. Диагностический, да. Да, и в том числе. Мы имеем несколько циклов. У нас от мойки, детейлинга, шинмонтажа до сложного агрегатного кузовного ремонта. Ольга, я знаю, что недавно, ну, я не знаю, недавно, несколько лет назад, вы еще на базе вашего автотехцентра создали учебный центр, в котором вы готовите молодых кадров, молодых специалистов. Расскажите подробнее, как, почему вы это сделали, для чего, и кого, кто, собственно говоря, после вашего обучения выходит в такие специалисты? В 2018 году мы очень остро столкнулись с дефицитом кадров, в принципе, в отрасли, потому что, к сожалению, вот за эти 20 лет не смогла наша промышленность перестроиться к современному автомобилестроению, мы превратились просто в промышленную сборку. И это, естественно, на уровне среднего профессионального образования очень сказалось. Что мы сделали? Я еще являюсь руководителем автосервисов России. Мы собрали с единомышленников такие же руководители автосервисов и разработали авторскую программу подготовки кадров. То есть мы провели аналитику, собрали топ тех квалификаций, которые должен обладать сегодня выпускник, и на базе его написали трехмесячное профессиональное обучение. И сейчас мы ходим по, скажем так, колледжам, обращаемся к ним. То есть мы сегодня объединяем с этой идеологией 40 подмосковных колледжей и около 20 всероссийских. Но это серьезно. То есть вы столкнулись с проблемой и таким вот образом ее решили решить. Прежде всего для себя, для своего техцентра. В первую очередь, конечно. И хорошим примером мы готовы делиться. Мы получили лицензию от Министерства образования. У нас малочисленные группы, по 4 человека, потому что 4 колеса у автомобиля. И до ребенка надо все донести. Сегодня мы не гонимся за деньгами, мы гонимся за специалистами. Поэтому человек сегодня, который выпускается с наших курсов профессионального обучения, он уже зарабатывает порядка 20 тысяч рублей собственных денег. И в течение года он выходит на 40-45, а через полтора года он уже эту фактически сумму удваивает. То есть это человек уже, он обладает небольшими компетенциями, это замена масла, это подвеска, это шиномонтаж, это слесарные и сварочные работы. Но они составляют 70% работы автосервиса. Поэтому вот такой хороший пилотный проект. И при этом он обладает уже навыками современного работника. Да, да. Этого использования генетические ключа, автомобильный сканер, технология ремонта, все в полном объеме. Знаете, вы, Ольга, вы вообще большая молодец, и вы ваша команда, вы, конечно, делаете великое дело, вы популяризируете вот эти вот забытые рабочие профессии, собственно говоря, которые вот, ну, такие насущные, потому что все же сейчас ушли в маркетинг, в адвокатуру, куда-то там, в шоу-бизнес некоторые. А вы как раз-таки готовите эти кадры, которые вот непосредственно мастеров, настоящих мастеров. Я знаю, что у вас будет, допомните, 27 октября праздник рабочих профессий. Что это за мероприятие? Вы знаете, это уникальное вообще мероприятие. Мы его в прошлом году проводили, он просто вызвал такой всплеск эмоций. И сегодня в этом году ребята, ребята, я имею в виду, студенты колледжей Москвы и Московской области ждут. Мы представили 26 разновидностей рабочих профессий автосервис. Это армаляр, арматурщик, жестянщик, это агрегатчик, специалисты ремонта топлива. У них можно бесконечно. Вы приходите, мы вас всех приглашаем и наших уважаемых телезрителей. И машину привезем. Обязательно. И вы увидите, что это на самом, какой этот мир замечательных рабочих профессий. Это великолепные современные мощности производственные. Мы тоже успели там побывать у них несколько раз. Поэтому это такая богатая среда с точки зрения и спортивных мероприятий, праздник. В прошлом году у нас один студент за велосипед произвел отжимание 75 раз. Мы ему там рукоплескали... А вы подарили его велосипед? Да, мы ему подарили. А у вас и подарки еще. У нас и подарки, и денежные призы. Ну, это все такая мотивация для студентов. Конечно, студенты. Плюс у нас предусмотрена культурная программа. Программа путешествия в русскую Аляску. Потому что сегодня моя задача, как руководитель автосерии, создать некую богатую среду для студента и культурную, и образовательную, чтобы и физическую. Потому что сегодня молодому мальчику надо обязательно обладать физическими способностями. Колесо с покрышкой, с дисками, но весит килограмм 20 минимум. И вы знаете, молодежь сегодня испытывает огромные трудности, чтобы вообще это колесо удержать. Уж я не говорю о коробке или о двигателе. Поэтому мы всем ребятам значит... Подготовка. Да, рекомендуем просто заниматься, заниматься, еще раз заниматься. То есть это такой тимбилдинг для учеников. Да, совершенно верно. Для студентов. Абсолютно верно. Да, это классно, здорово. Отлично. Одна из, скажем так, принципиальных, скажем так, особенностей ведения любого бизнеса. Объединять, консолидировать. И показывать хорошее. Да, да. Давать какую-то мотивацию, естественно, и показывать хорошее. Ольга, у вас в автоцентре будет проходить форум предпринимателей в ближайшее время, да? Расскажите нам поподробнее об этом масштабном мероприятии. Ну, во-первых, нас интересует, кто будет принимать участие в этом форуме, да? И, собственно говоря, какие вопросы на этом форуме будут решаться? Есть история отраслевая. Я вам сейчас рассказала про нее вот ранее. Есть история общественная. Учитывая только факт, что мы все живем в Одинцовском городском округе, мы все друг друга знаем. И главная цель в создании сообщества предпринимателей в Одинцовском городском округе это было покупать товары друг друга и пользоваться услугами друг друга. Сегодня сообщество предпринимателей, которое было организовано в 2019 году, насчитывает более 80 активных предпринимателей с своими бизнесами. Это производство, это продажи, это оказание услуг, это огромное количество консалтингов, финансовый, много. Значит, мы раз в год проводили различные мероприятия. Сначала это был просто круглый стол, потом это был форум небольшой. И сейчас мы, в принципе, достаточно себя уверенно чувствуем, потому что каждую неделю в наше сообщество вступают новые и новые люди. И нам нужна площадка. Значит, в техническом центре Волин в этом году была построена, и вот сейчас она будет введена в эксплуатацию, новый корпус, выставочный, называется Волин Экспо. Он где-то порядка двух тысяч квадратных метров. Вот мы предлагаем сегодня предпринимателям, Одинцовским, да, кто хочет развиваться, кто хочет общаться, кто хочет, значит, коллаборироваться там с другими предпринимателями, что-то новые проекты. Мы приглашаем 10 ноября 2022 года на эту площадку. Форум будет состоять из двух, значит, видов. Это бизнес-выставка достижений, того, что каждый хочет продемонстрировать, успехи своего бизнеса. И второе, это деловая программа. Три блока. Блок торгово-промышленной палаты Московской области, блок опоры Московской области и блок предпринимателей самих Одинцовского района. Плюс будут площадки переговорные, будут площадки кофебрейк, будет культурная вернисаж, у нас Одинцовских художников предусмотрен. То есть много-много чего-то. И культурная программа. Обязательно. Не только о деловом. Нет, не только о деловой, еще немножко отдохнуть. Да, то есть это такая, знаете, как вам сказать, разносторонняя площадка по возможностям развития бизнеса в разных направлениях. То есть вы не только своим бизнесом занимаетесь и развиваете его, но еще и проводите такие мероприятия, которые помогают развиваться другим бизнесом, да, и как бы вы всех собираете. Ну, потрясающе, конечно. Да, это такая история. Да, это происходит у вас уже не в первый раз, не первый год. Это уже был опыт. Мы первый год у нас как предприниматели мы собирались в Вест-Ист в бизнес-центре, в небольшом там, скажем так, лобби-баре. Второй раз у нас был в Парк-Ин, уже в конференц-зале нас было побольше. То есть если в первом форуме 2019 года нас было всего лишь 80 человек, то в 2021 уже пришло порядка 250 человек. То есть сейчас мы ожидаем уже порядка тысячи предпринимателей в Московской области. Мы приглашаем всех. Это не только для Одинцовского городского округа. Это и близлежащих всех регионов и противоположных. Москва большой регион. Поэтому мы рады видеть абсолютно всех. То есть вы развиваетесь такими крупными мазками, масштабными шагами. По-серьезному. До 80-250 тысяч, а потом 5 тысяч, 10 и поехали. Ну, хороший пример должен быть заразителен. Ольга, объединение предпринимателей в сообщество. Для чего это все делается? И сколько вас уже активных таких насчитывается? Ну, вот сегодня это было уже 82 активных предпринимателей. Для чего это делается? Ну, вы понимаете, люди объединяются по интересам. Это раз. Люди объединяются по отраслевому признаку. Если зайти на наш сайт Одинцовский предприниматель, то увидите наш бизнес весь в Одинцовском городском округе сформирован по отраслям. Есть и финансы, и юридические услуги, есть и салоны красоты, фэшн-индустрии, есть и мода. То есть мы это делаем для того, чтобы вы, потребители, знали лично предпринимателя, который оказывает вам услугу либо продает какой-то товар. Это, понимаете, это не каждый до этого дозрел, потому что персонализация это тоже своего рода уровень предпринимателя. Сегодня многие находятся дома, оказывают какие-то услуги там. Ну, к сожалению, не все там платят налоги, там еще как-то. То есть может быть, кто-то еще не созрел до того уровня, чтобы быть публичным человеком и заниматься. Потому что предприниматель, я считаю, это тоже своего рода медийная личность. То есть он должен популяризировать тот труд, либо популяризировать ту услугу, которую делает. Тем более он это делает, как правило, это либо продолжает дело предыдущее, либо это какой-то новый проект, который действительно там прорывным считается. Поэтому мы в этом смысле даем определенную дорогу. Начинающим, либо берем экспертность уже опытных. Кто зачем приходит. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Плюс, вы знаете, какое количество проблем у предпринимателей. Это гигантско. Мы не будем сейчас об этом говорить, но, по крайней мере, здесь можно быстрее решить проблемы друг друга. То есть вы помогаете. Да, мы помогаем. Советом. Опытом. Юридическим опытом. Делитесь, вернее, какими-то нужными контактами. Обменивайтесь. Абсолютно. Допустим, большое количество предпринимателей в этом году получили поддержку. Субсидии какие-то. Как это сделать? Для кого? Для кого-то телефон набрать, это очень владеют продвижением рекламы, а есть предприниматели, которые до сих пор с кнопочными телефонами. Поэтому это всегда развитие, это всегда интересно. Понимаете? На самом деле это очень важно, потому что вот как раз то, о чем вы говорили, вот этот страх выйти в публичное пространство, он как раз и связан с тем, что человеку может казаться, я один, мне никто не поможет, спину мне никто не прикроет, совет мне никто не даст. И вот этот вот страх, он обрастает комплексами, как комом, да, таким, и все. И бизнес, ну, как говорится, проваливается. Да? А когда предприниматели знают, что есть поддержка, есть опытные коллеги, единомышленники, да, которые поделятся опытом, советом, а еще и могут предоставить какие-то юридические консультации, да, важные. Это, мне кажется, ну, такой очень серьезный толчок для молодых, неопытных предпринимателей. И действительно дело благое. И возраст от 18 до 80 лет предпринимателей, вы можете себе представить? То есть на площадке находятся абсолютно разные, и им всем интересно с друг другом, потому что, когда мы встречаемся, это всегда какие-то новые темы для общения, это креативность, молодежь делится своей энергией, возраст и опыт, мудрость делятся с молодыми своим, значит, багажом знаний. И это всегда очень интересно. Конечно, безусловно. То есть мы вместе огромное количество генерируем идей, и вот эта идея форумов самых замечательных и интересных, это было создано как раз в коллаборацию вот этого сообщества. Вы знаете, у меня, ну, в завершение нашего, так сказать, нашего интервью есть вопрос, который я даже не знаю, стоит ли вам задавать, потому что вы настолько активный человек и таким количеством разного рода деятельности занимаетесь, но все-таки есть какие-то еще у вас планы на будущее? Чем бы еще хотелось, знаете, какие-то непокоренные вершины? Планы какие у вас? Ну, вы знаете, я все-таки хочу сказать, что каждая из этих тем, которой я занимаюсь, отраслевая и общественная, она достаточно много времени занимаетесь. Конечно, безусловно. Мне все-таки хочется немножко больше уделять время своей семье. Поэтому вот это личное такое, потому что у меня две дочки, вот, одна уже предприниматель, она там тоже занимается своим бизнесом, да, приводит в порядок лица красивых девушек, вот, поэтому мне хочется просто в этом смысле немножко больше с ними быть, и быть тоже чуть-чуть мамой. План на будущее чуть меньше работать, чуть больше уделять внимание своей семье. Да, своей семье, да. Ну, это очень хороший план, и я думаю, что он реализуется обязательно. Сейчас на рельсы все поставили, да, все поставили, и все. Все поедут. Все поедут, да. Так, ну что, дорогие мои, еще раз напоминаю всем. 10 ноября 2022 года в автотехцентре Волин сообщество предпринимателей Одинцовского городского округа приглашает всех на форум предпринимателей. Приглашаются и предприниматели, и бизнесмены, но и потребители тоже. Я думаю, что всем будет это весьма интересно, а самое главное полезно. Да, но более подробную информацию об этом форуме вы сможете увидеть, если перейдете по ссылке, которую сейчас вы видите на своих экранах. Ольга, у нас такая история. Мы всегда нашим гостям в конце интервью предлагаем блиц-опрос. 5-6 вопросов на самые разные темы, не касающиеся вашего бизнеса, а просто вот человеческие такие вопросы. Хотите? Готовы? Готовы. Давайте. Ну, самый первый вопрос. С чего начинается ваше утро? Утро начинается в 6 утра и стараюсь делать зарядку. Зарядка? Да, зарядка. Прекрасно. А какой у вас идеальный вечер для вас? О, это иногда пересмотр почты. Поздний. Поздний почты. То есть это идеальный вечер? Это идеальный вечер, да. Потрясающе. Ну, заболик. Потрясающе. Хорошо. Ваша любимая книга? Моя любимая книга? Чехов. Рассказы. Любая, да? Любой рассказ? В основном рассказы, да. Мне нравится, потому что 200 лет уже более этому автору, и тем не менее, это актуальность, смерть чиновника, куча всяких рассказов, которые это... Любимый фильм? Любимый фильм? Даже не скажу. Не помню. Ну, хорошо. Это хотя бы классика советского кинематографа? Это в основном исторические фильмы, скорее всего, да. А, правда, исторические? Да, типа «Гладиатор». Вот такие вещи. Я люблю, когда добро побеждает зло. Ставят цель и идут к ней, не видя препятствий. Да, да. Так, хорошо, ладно. Скажите, Ольга, если бы вам предложили на выбор три любых блюда, но сказали, что вы ими будете питаться до конца жизни, что бы это были за блюды? Ммм, это тяжело. Ну, наверное, мясо, рыба и чай черный. И черный чай. Да. Не кофе? Нет. Ваш самый большой недостаток, по вашему мнению? Я думаю, что это трудоголизм. А достоинство? А достоинство то, что умей быть милосердной. Милосердие. Вы бы хотели дружить с таким человеком, как вы? Ну, честно говоря, сложно было бы, но пыталась договориться. А жить с ним? О, жить не знаю. Еще сложнее. Ну и два последних таких философских вопроса. Если бы была такая гипотетическая возможность поговорить с самой собой 18-летней, вот что бы вы сказали себе? Я бы сказала сразу заканчивать техническое образование, потому что, несмотря на то, что у меня большой путь в авторемонте, я уже техническое образование получила после юридического, экономического и всего остального. Это первое. Второе – учи английский язык. Третье – учи английский язык. И третье – все-таки больше занимайся психологией. Потому что сегодня надо выстроить отношения. Общение, конечно. Абсолютно и дома, и на работе, и с коллегами. Здесь надо иметь не только эмоции, конечно, а в первую очередь холодную. Хорошо. Ну и завершающий Блицева вопрос, тоже философского характера. Опять же, если бы была такая гипотетическая возможность пообщаться с любым человеком, который жил когда-либо на Земле или живет по сей день и здравствует, с кем бы вы захотели поговорить? С Конюховым. С Федором Конюховым. Да, мне очень было бы интересно, как вообще ему удалось полгода плыть в океане и не сойти с ума. Это уникальный человек. Да, я бесспорно, конечно, уникальный человек. Ольга, большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам в гости. Ждем вас всегда. Приходите, делитесь своими новыми победами, своими новыми проектами, рассказывайте нам о них. И вместе мы сделаем этот мир лучше. Да, спасибо большое вам. Спасибо. А вас, дорогие друзья, мы ждем ровно через несколько секунд на телеканале ОТВ в программе «Про утро». Не переключайтесь. Ну что, дорогие, я думаю, все уже зарядились от положительной энергетики, от нашей замечательной гостьей Ольги, Ольги Селезневой. И полны уже массы просто бизнес-идей. А чтобы все воплотить в полной мере, нужно много энергии, сил и, конечно же, здоровья. Ну, тогда смотрим рубрику «Про здоровье». Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике «Про здоровье». Сегодня хочу поговорить с вами об утренних ритуалах. Есть ли он у вас? Если нет, я предлагаю рассмотреть следующий вариант. Ритуал может состоять из нескольких повторяющихся действий изо дня в день. Допустим, проснулись, потянулись, почистили зубы, пошли в душ, и душ вы можете принять, ополоснувшись прохладной водой, добавляя пару капель мяты. Она очень хорошо бодрит. А если у вас на сегодня намечено важное совещание, выступление или просто беседа, и вы переживаете, что можете не найти слова, используйте мяту садовую, ведь это масло оратора. Буквально пару капель в прохладную воду ополаскиваетесь этой водой, и бодрое утро вам обеспечено. Следующий момент, на который я хотела обратить внимание, это скороговорки. Нам важно разрабатывать свой речевой аппарат. Мы много проводим времени за гаджетами, мы много времени читаем, не проговаривая информацию. И когда происходит диалог, многие из вас замечают, что теряетесь и не можете сразу найти слова. Так вот, скороговорка – это ваш рабочий инструмент. Как, если не утром, или в процессе проезда на рабочее место, использовать это время с пользой. Скороговорка. Вы учите одну, повторяйте в течение 10 дней, далее вы учите другую. Таким образом, вы пополните свой арсенал и очень хорошо проработаете речевой аппарат. Для того, чтобы скороговорка у вас складывалась хорошо и вы ее запоминали сразу, используйте масло ветивера. Это помощник в обучении. Надеюсь, что эти утренние ритуалы сделают ваше утро практичным, интересным, увлекательным, а главное – продуктивным для вас. Хорошего и доброго вам дня! Так, ну что, знаешь, какая мне мысль пришла в голову? Что вот, например, если мужчину, его силу, красоту определяет исключительно его здоровье, то у женщин история немножко другая. Все-таки им надо ухаживать за своей внешностью, в первую очередь. Ты как считаешь? Я с тобой полностью согласна, а помогут нам в этом советы Ксюши Антоновой и рубрика «Про бьюти». Смотрим! Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите «Про бьюти». Наша сегодняшняя тема – как убрать секущиеся кончики волос. Регулярная стрижка. Не забывайте стричь волосы хотя бы раз в полтора-два месяца. Бережная сушка. Волосы нельзя скручивать или тереть полотенцем. Лучше мягко их промокнуть и потом подсушить феном. Защита от воздействия тепла. В обязательном порядке используйте термозащитные средства, чтобы сохранить качество ваших волос. А сейчас мнение бьюти-эксперта, стилиста по волосам Романа Цакоти. Ну, конечно же, отсеченных кончиков поможет только стрижка. Придать волосам форму, со стрижеченной кончики и подобрать деликатный, правильный уход из профессиональных средств. Спасибо, Роман. На сегодня это все. Вы смотрели «Про бьюти» с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня. Хорошо. Интеллигентного и современного человека определяет не только внешний вид, а в первую очередь интеллект и культура. Ну что ж, а для тех, кто тянется к прекрасному, наша новая рубрика про искусство. Смотрим. Марк Шагал. Родился в Витебске, в семье приказчика. Отец мечтал, чтобы он был успешным бухгалтером. Но молодой Марк только рисовал, рисовал и рисовал. Однажды друг зашел к нему в комнату, увидел стены, густо увешанные рисунками, и сказал, «Да ты же художник!» Это слово просто заворожило его, и он не думал ни о чем другом. Но научиться мог он только у Рембрандта. Но где же его взять? Поэтому Марк уезжает в Петербург в Академию художеств, и там получает свой первый и самый главный щелчок по носу. Он провалил самый главный экзамен, вернулся в Витебск, опустошенный, не знал, что делать, но встречает свою любовь, Беллу. Белла становится его музой на очень долгие года. С этого момента он пишет картины, он работает. Он не хочет быть ни на кого похожим, он хочет видеть мир по-своему. Но в стране случаются катаклизмы, приходит 1917 год. Новые времена, новые веяния. Мы наш, мы новый мир построим. К сожалению, такая живопись уже не нужна. Нужен конструктивизм, нужны профессионалы. И вот здесь возникает самый главный конфликт его жизни. Марк Шагал и Казимир Малевич, основатель супрематизма. Рамки Советской России становятся ему тесны. Он уезжает в Париж. Париж открывает ему двери. Он знакомится с людьми, он знакомится с галеристами, с элитой. И в этом помогает ему, кстати, его учитель Лев Багст. Марк Шагал становится модным, востребованным художником. Много творит, хорошо продает картины. И живет, в общем-то, неплохо. Но случается Вторая мировая война. От нее он бежит в Америку. Но Америка не становится его новым домом. Сразу после окончания войны он возвращается в Париж. К сожалению, любовь его жизни, Белла, умирает. И через какое-то время он знакомится с новой, своей музой. Валентина Бродская так звали вторую жену Марка Шагала. И, как многие считали, она подмяла художника под себя. И если Белла была его музой, то Валентина была его менеджером. Однако он очень плодотворно творил. Он делал очень много работ, выставок. Хорошо продавался и прожил очень длинную жизнь. Он умер в 97 лет в лифте, оторвавшись от земли. Только так он мог творить. Только так он видел своих персонажей. Так он жил. В отрыве от земли. Знаете, есть такое расхожее мнение, что осенью природа умирает. Она засыпает. И красоты особой вокруг нас нет. Если кто-то так считает, хотя я, например, так не считаю, для вас мы можем побаловать нашей рубрикой про цветы. Там природа не засыпает никогда. Красоты там хоть отбавляй. Доброе утро. С вами Елена Золотарева. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный тюльпан. Хоть это и весенний цветок, но сейчас на самом деле его можно купить круглогодично. Для того, чтобы выбрать правильный цветок, он должен быть хрустящим. Тюльпан всегда проверяется на хруст листа. И если он хрустит, значит он наисвежайший. Никогда не бойтесь покупать тюльпан, когда он совсем маленький в размере. 4-5 сантиметров – это норма для тюльпана. Когда вы поставите цветок в воду, он даст вам объем в 2, в 3, а иногда и в 5 раз. Тюльпан – единственный цветок, который растет очень быстро, даже в букете. Если тюльпан оставался у вас без воды 2, 3, может быть, даже больше часов, его всегда можно реанимировать. Цветок, который очень быстро напивается и очень быстро приходит в свою норму. Нужно помнить о том, что если вы поставите мягкий тюльпан в вазу, то он примет именно такую форму. То есть он опустит голову свою вниз. Обязательно возьмите тюльпан и заверните в сухую газету, либо бумагу плотно, чтобы он был в вертикальном состоянии. Подрежьте его обязательно под 90 градусов, совсем немножко. Воды должно быть буквально четверть, но смотрите за тем, чтобы вода не закончилась, потому что тюльпан достаточно много пьет. И оставьте его вот в таком виде, завернутом в бумаге буквально на час. Когда вы развернете бумагу, вы увидите совершенно другой цветок. Как только вы его поставите в воду уже без упаковки, без бумаги, цветок тут же начнет распускаться. И в течение нескольких часов он может прям расти у вас на глазах. Особенно если день-два вы увидите, что он вырастет буквально на 5-7 сантиметров. С вами была цветочная фея Елена Золотарева. Пока-пока. Переходим к советам звезд. Овны, сегодня доверять чужим словам или полагаться на мнение окружающих не следует. Чтобы избежать финансовых осложнений, действуйте только по своему собственному плану. Ну а у тельцов финансовое благополучие сегодня может значительно улучшиться. При общении с коллегами не настаивайте на своем, будьте гибче, проявите такт и вежливость. Близнецы, если у вас на этот день запланированные поездки или командировки, то их лучше перенести на другое время, на другой день. Любые ваши путешествия не принесут положительных результатов. Возможно, получение в конце дня неожиданной прибыли. Вот такой противоречивый у вас сегодня день. Ракам следует скептически относиться к новым знакомым, даже если они производят на вас приятное впечатление. Не занимайтесь сегодня денежными вопросами. Львам лучше всего в этот день провести в кругу семьи или с близким человеком. Постарайтесь не общаться с незнакомцами. В рабочем коллективе удачный момент для продвижения по службе. Девы, если есть возможность перенести поездки, запланированные на этот день, сделайте это. Сегодня неблагоприятный день для учебы или интеллектуальной работы. Эмоциональный уровень будет повышен, поэтому возможны ссоры или конфликтные ситуации. Ну, не очень сегодня у вас хороший гороскоп, но, тем не менее, не отчаиваемся. Ну, совершенно другая картина наблюдается у весов. Весы. У вас сегодня благоприятный день во всех сферах жизни. Благодаря высокому энергетическому уровню вы успешно решаете все проблемы, решите все проблемы на работе, изимеете шансы продвинуться по карьерной лестнице. И с финансами, и с личной жизнью сегодня все сложится удачно. Скорпионы, если вы плохо разбираетесь в каком-то вопросе, постарайтесь его обойти, чтобы не попасть в просаг. Возможно, вам придется защищать окружающих людей в ситуации, когда будут нарушены их права. Ваша активная позиция принесет успех. Да, мы такие скорпионы, очень активные. Ну что ж, стрельцы, старайтесь сегодня не переусердствовать на работе, не тратите слишком много сил. 6 октября стоит контролировать свои слова и не допускать резких выражений. Великая вероятность конфликтной ситуации. Ну, в целом, день благоприятный и продуктивный. А козерогам не стоит заниматься сегодня финансовыми вопросами или коммерческими сделками. Возможно, ошибки или неудачи в этой области. Старайтесь избежать бесполезных разговоров. Вторая половина дня принесет водолеям некоторые трудности и задержки, которые помешают их рабочему графику. Есть вероятность конфликтной ситуации с коллегами. Вот так. Рыбы, займитесь делами, которые долго откладывали. В решении вопросов стойте на своем, доказывайте свою правоту, проявляйте инициативу, тогда вам удастся решить свое дело в свою пользу. Вот так. Наша программа подошла к концу, но день только начинается. Проведите его с пользой и с хорошим настроением. Ну, а мы с Полиной ждем вас завтра в это же время на этом же самом месте на телеканале ОТВ в программе «Про утро». Все, пока! Редактор субтитров А.Семкин